Специально ко дню Великой Победы. В офтермологической клинике ТРИЗЕ для всех пенсионеров. Скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтермологический центр ТРИЗЕ. Здравствуйте. В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Читайте, завидуйте, я гражданин. В администрации города торжественно вручили паспорта. Флэш-моб Победы. Легендарная песня на главной площади города. В микрорайоне Алексеевском открыт новый мемориал. Софья Сынгатовна Поварова в Анапе человек известный и уважаемый. Ветеран войны, участник городских парадов Победы, кавалеристка 4-го кубанского казачьего кавалерийского корпуса о том, что заботит в личной беседе с главой города. 90 лет для Софьи Поваровой не повод сидеть сложа руки. Наоборот, она считает, что чем больше лет, тем больше у человека опыта, которым необходимо делиться. Среди множества первостепенных задач, записанных ею на листочке для главы, главнейшее о том, как город застраивается. Вот дом строят прямо впритык с дорогой, да? Это надо запретить им так впритык строить. Если застройщик анапчанин и любит так же, как вы, свой населенный пункт, в конкретном случае нашу Анапу, то он строит и с деревьями, и с парковками, и с детскими площадками. А если он строит для того, чтобы только сорвать деньги, ему на Анапу совершенно наплевать. Совершенно правильно. Поэтому мне ваша позиция понятна. Я думаю, точно так же, как и вы. Заметила ветеран, что резко изменился вкус и качество анапского хлеба. Анапа славилась всегда очень вкусным хлебом. Почему наш хлебозавод стал такой плохой хлеб выпекать? Я тоже этим вопросом задаюсь. Зависит от руководителя, что все. Софья Сангатовна говорила и о качестве пляжа, и о необходимости новых зеленых аллеев в городе. И во всем этом искренняя любовь и неравнодушие к любимому городу. Вчера подростки, сегодня полноправные граждане Российской Федерации. 12 юных анапчан получили свой главный в жизни документ в торжественной обстановке. Обычные школьники из города и сельских округов. Пришло время сделать шаг во взрослую жизнь. Получить паспорт с добрыми напутствиями главы города-курорта. Я поздравляю вас с этим событием. Поздравляю родителей с тем, что их дети сегодня получат документ, который, я думаю, на всю жизнь останется у них в руках. Особое поколение наследников города воинской славы. Быть ими очень почетно и ответственно. Сегодня, в канун 70-летия, я хочу пожелать от имени Анапского городского совета ветеранов, чтобы вы гордились своей страной и изучали. Не все молодежь знает о Великой Отечественной и вообще об истории нашего государства. Наш красный флаг на листах. Гордитесь этим. Юные и очень серьезные. Под впечатлением момента. Родители рядом. Волнуются, пожалуй, не меньше своих чад. Я все никак не могу поверить, что у меня ребенок такой взрослый. Я просто ищу под впечатление от вчерашнего звонка, что нас пригласили, что будут получать в такой торжественной обстановке. Конечно, этот день запомнится. Фото с главой города на память и подарки. Пусть этот день и правда станет особенным. К 70-летию Великой Победы в микрорайоне Алексеевка возведен памятник. Его по праву можно назвать народным. В микрорайоне Алексеевка до этого дня не было памятных мест, где жители могли бы чествовать ветеранов, проводить патриотические мероприятия. Предложение воздвигнуть памятник выразил житель микрорайона Валентин Стрыгин. Он разработал проект, а Совета микрорайона было принято решение о возведении Стеллы. Инициативу граждан администрация города поддержала. На этом месте будет проводиться много мероприятий добрых, светлых. Здесь мы будем воспитывать наше молодое поколение. Этот монумент станет и доброй памятью о председателе Совета микрорайона Людмиле Лазебник. Всего несколько дней она не дожила до этого события. Приближала его всеми возможными способами. К подножию памятника возложили венки. В торжественной церемонии, посвященной 70-летию, приняли участие ветераны, городские власти и школьники. На встрече поколений о войне с достоинством и благодарностью. Для мальчишек и девчонок слово «победа» далекое и незнакомое. Они не слышали орудийных залпов. Сидят притихшие и пытаются представить себе войну. А рядом те, кто хорошо помнит, как добывалась победа. На палубе у нас мы всегда в отличной форме. Песня второклассника Руслана Яковлева растрогала капитана первого ранга в отставке. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Шилов до сих пор помнит, как сильно штормит на палубе небольшого корабля. Я действительно не сразу стал офицером. Я был матросом, служил в срочной службе более двух лет на корабле. И там на корабле как-то себя по-другому ощущаю. Ребята волновались, но все свои поздравления делали от души. Затаив дыхание, слушали выступления ветеранов. Мне там было 8-10 лет, и там передо мной бы выступали, конечно, я бы запомнил. Безусловно запомнил. Пусть, может быть, и не очень яркие какие-то слова, но все равно сам факт, что вот собирались, пели, говорили о войне. Ребятам показали небольшие фильмы о войне, рассказали о новых книгах. Война – это горе, слезы и разлуки. А День Победы? День Победы – это когда хочется плакать, но хочется смеяться, потому что наши люди победили. В конце встречи все поколения, герои войны, дети, их родители, молодежь, вместе исполнили главную песню Победы. Три дня осталось до празднования 70-летия Великой Победы. Павел Тихонович Кухоль рассказал, как для него началась Великая Отечественная. Для Павла Тихоновича война началась в 15 лет. Добровольно стал бойцом истребительского батальона, обезвреживал фашистских диверсантов и шпионов. Первая медаль – она ему особенно дорога. За уничтожение двух снайперов меня наградили медалью за боевые заслуги. Я был неопытный, но так получилось, что мне повезло в жизни, что я их убил, а не они. Поэтому она для меня самая дорогая. Самый памятный эпизод – это первая встреча с врагом. Выполняя боевую задачу по охране моста через реку Кубань, встретились лицом к лицу с фашистами, пытавшимися подорвать мост. Я сказал ребятам – лежите и не принимайте никаких мер. А сам приблизился к ним, к камышам, и крикнул – сдавайтесь, вы окружены. И все ребята, которые были там, начали стрелять. За годы войны награждён медалью за боевые заслуги. За победу над Германией, почётным гражданским орденом «Серебряный крест» День Победы встретил в Польше. Это было утром. Моросил дождик, собирались на завтрак. И один из солдат, по-видимому, связист, крикнул «Победа!». Все скачали, начали стрелять вверх, кричать «Победа!». Стали целоваться, обниматься. Старшие солдаты плакали. Павлу Тихоновичу очень больно слышать, как сегодня пытаются переписать историю. Еле сдерживает слёзы и твердит, никто никогда не отнимет нашу победу. Наша Родина самая великая, самая любимая. Она святая. Ни одна страна не называется святой. А наша Родина, она святая. Сыновья и внуки пошли по стопам Павла Тихоновича. В детстве папа-ветерана во дворе посадил тополь. Он стал символом пограничной династии людей, охраняющей границы России. Повысить интерес школьников к спорту – собственным примером. Олимпийские чемпионы в Анапе говорят с детьми о спортивном характере и умении побеждать. Этих именитых спортсменов до сегодняшнего дня школьники видели только по телевизору. И вот они сидят напротив. Рассказывают о своих победах и поражениях, о травмах и силе воли. Легендарные имена и фамилии – Александр Краснов, Людмила Муравьева, Александр Уланов, Нина Смолеева, Лариса Беркова и другие. На все вопросы ребят, звезды отечественного спорта, отвечали максимально искренне. Спортсмены спросили у ребят, кто занимается спортом. Встали почти все. Анапа город уникальный. Развитию детского и массового спорта здесь, как и во всем Краснодарском крае, уделяется много внимания. Строятся спортивные сооружения, проводятся соревнования разных уровней. 92% школьников занимаются в спортивных секциях и специализированных школах. Ребята берут пример со взрослых. Я видела этих людей и знаю, что они очень многое сделали. Посмотрела, насколько же они сильны, насколько сильна наша Россия, насколько она продвинулась в спорте и насколько это все громадно и серьезно. Чемпионы школы получили награды за свои недавние победы из рук знаменитых спортсменов. Делегация посетит и другие города страны. Мы приехали к вам в Анапу для того, чтобы дети, наши дети, знали именно тех людей, которые в свое время защищали цвета сборной команды Советского Союза и России. И хотим, чтобы прежде всего они видели, что мы остаемся после занятий спортом людьми, которые делают очень много для того, чтобы наши дети были здоровыми, крепкими, чтобы они были патриотами своей Родины, чтобы они любили занятия спортом и были здоровыми физически, морально подготовленные к любым неожиданностям жизни. Самая долгожданная часть встречи – возможность получить автограф любимого спортсмена и сделать фотографию на память. Исполнить песни военных лет предложили жителям и гостям города на главной площади Анапы. Наш город присоединился к краевой акции и организовал флешмоб «День Победы». Управление по делам молодежи вместе со студентами, школьниками, жителями и гостями города встретились на театральной площади. Более 700 человек подняли флаги и напевали песню, ставшую символом Великой Победы. «День Победы! День Победы! День Победы!» Самое важное, что наши ветераны одержали победу. Они сделали многое для нас, наше мирное небо над головой. И мы им за это очень благодарны. История не учит, но наказывает за неусвоенные уроки. Так вот, эти уроки, их уже прошли наши деды, наши отцы, и мы должны знать о них, помнить, и чтобы не совершать такие же ошибки в будущем. Школьники Анапы – люди активные и инициативные. Они сумели объединить две темы – «День Победы» и «Безопасность на дорогах» в одной акции. Два с половиной часа своего свободного времени каждый день на репетиции. Старшеклассники средней школы номер семь приняли участие в краевой акции госавтоинспекции «Будь ярче, засветись». Но подошли к ней творчески. Подготовили танцевальный флешмоб. Первая часть – дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которых они помнят и гордятся их подвигами. Мы хотели показать все краски того времени и последним номером, последней песней заключающей называется «Песня «У неба есть мы». Мы хотели показать то, что мы наше будущее, будущее нашей страны». Вторая часть флешмоба – современная жизнь. Будущее, где нужно беречь свою и чужую жизнь. И быть внимательным на проезжей части. Своим танцем школьники старались привлечь внимание взрослых. Быть внимательнее, особенно перед школами, детсадами, чтобы они были на чеку. Школьники с интересом участвуют в подобных акциях. Необычно, ярко и есть возможность сказать миру свое слово. Цель данного мероприятия – приучить не только наших пешеходов, но и водителей к тому, что они более внимательно относились к детям, особенно в районах среднеобразовательных учреждений, детских садах. В рамках акции масштабные флешмобы пройдут и в других учебных заведениях Анапы. В Анапе проходит первенство города-курорта по плаванию. За первые места соревнуются более 100 юных пловцов. В традиционных зачетных соревнованиях по плаванию перед летними каникулами принимают участие воспитанники спортивной школы «Виктория». Младшие и старшие возрастной группы. Первая дистанция – 800 метров вольным стилем. Сложно сохранять один и тот же темп. То, что хочешь быстро плыть, но при этом ты устаешь и не можешь плыть эти 800 метров так же быстро, как и 100 метров. Становится тяжело, когда уже проплывешь 6 кругов, 7, тогда уже становится тяжело. А под конец уже как прибавляются новые силы и надо плыть все быстрее и быстрее. Следующую дистанцию – 200 метров комплексного плавания спортсмены будут плыть 16 мая. По результатам двух заплывов сформируются группы на следующий этап обучения. Каждый год первенство наглядно показывает подготовку анапских пловцов. Есть призовые места на уровне Краснодарского края, есть победители чемпионата Краснодарского края, есть ребята, которые входят в состав сборной команды Краснодарского края. Это на данный момент 7 человек с города. То есть результаты улучшаются, результаты растут. Победители и призеров на всех дистанциях наградят грамотами. Завершит выпуск прогноз погоды. Даже несмотря на пасмурное утро, среда будет приятной и теплой. Днем солнечно и до плюс 14. Медленными, но верными шагами мы движемся к долгожданному лету. Все теплее становятся весенние ночи. Город преобразился, цветет и веленеет. Все это, конечно, поднимает настроение и настраивает мысли на позитивный лад. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров. Скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова